Немного истории. Представительство Национального олимпийского комитета Беларуси в Брестской области создано 15 ноября 1999 года. С 2004 года его возглавляет заместитель председателя Брестского облсполкома Леонид Цуприк. Пост директора представительства занимает Елена Белоконенко. Для организации своей уставной деятельности в 2009 году Брестским облсполкомом передан комплекс зданий по адресу улицы Ливаневского, 17, состоящий из двух корпусов. Первый до военной постройки 1930 года после полной реконструкции, выполненной строительными предприятиями Бреста на безвозмездной основе здание, являющееся памятником архитектуры, сдано в постоянную эксплуатацию в 2013 году. Сегодня и второе здание распахнуло двери гостям. Штаб-квартира представительства соответствует своему высокому статусу. Мы это делали не для себя, это делалось для всех наших олимпийцев, для всех тех, кто любит спорт, потому что должно быть такое место, куда может прийти спортсмен, может прийти любой ребенок и пообщаться с этим знаменитым спортсменом. И для этого есть представительство, которое может посодействовать, и чтобы интересы совпали, и эти люди нашли друг друга. Поэтому теперь здесь будут часто проходить встречи, чествования спортсменов по итогам любых крупных соревнований. В числе почетных гостей, приглашенных на церемонию открытия штаб-квартиры, руководители региона Анатолий Лис и мэр города Бреста Александр Рогачук, вице-президент НОК Беларуси Николай Ананьев, именитые спортсмены и тренеры. В представительстве разместились кабинеты сотрудников ведомства. Создана музейная экспозиция. В новом здании расположились рекламно-полиграфический комплекс, пресс-центр и зал для чествования именитых спортсменов. Но эксклюзивом станет интерактивный зал Олимпийской славы. Его открытие планируется провести после возвращения белорусских атлетов с главных стартов четырехлетия после короткой, но емкой экскурсии почетные гости поделились своими впечатлениями и о штаб-квартире, и о работе брестского представительства, осуществляющего деятельность по семи направлениям. Брещане – инициаторы многих акций и проектов, взятых на вооружение представительствами других регионов страны. Ну вот в этом то и состоит главная задача представительства. Я знаю, что проводились вот эти спортивные праздники не только на территории города Бреста и в других городах. Как река создается, ручейки сливаются, становится река многоводна, а потом она впадает в океан куда-то и так далее, и так далее, в море. Точно так же олимпийское движение должно быть построено по такому принципу. Это прежде всего там, где живут люди, и они все хотят видеть и выдающихся спортсменов, а каждая акция сопровождается участием олимпийцев. На торжественной церемонии открытия глава региона Анатолий Лис отметил, что в Брестской области спорту в целом и спорту высших достижений уделяется огромное внимание. Как итог, 23 путевки на участие в 31-х летних олимпийских играх получили брещане в восьми видах спорта. Это достойный результат. Есть реальные шансы у наших земляков завоевать лидирующие позиции на стартах четырехлетия. В нашей стране очень много уделяется вопросам спорта и, прежде всего, конечно, олимпийским видам спорта. Вклад Брестской области в олимпийское движение, он значительный. Мы сегодня видим олимпийских чемпионов, которые родились, жили на Брещене, тренировались. И вот за историю последнюю наших олимпийцев, которые завоевали медали, это 21 человек в семи видах спорта. Четыре стали олимпийскими чемпионами. Это значительно. Время сейчас такое. Во-первых, очень выровнялась подготовка спортсменов во всем мире. Конкуренция просто зашкаливает. И результаты где-то находятся в пределах уже сотых долей секунд. Таких видов, как плавание, легкая атлетика. Напутствуя команду, президент сказал, главное, это не медали понятно, что их все хотят и так далее. Но если спортсмен, который приехал туда и боролся, так называемый, отдал все силы борьбе, и даже если он не станет призером или чемпионом олимпийских эй, то главное, что это был белорус, который достойно представлял свою республику. За достойный вклад в развитие олимпийского движения на Брещене главе региона Анатолию Лисову была вручена грамота от президента НОК Белоруссии Александра Лукашенко. В центре внимания на церемонии прославлены спортсмены, олимпийские чемпионы Юлия Нестеренко, Сергей Макаренко, Леонид Тараненко, которые знают, какой ценой завоевываются победы, особенно сегодня, когда спорт стал политизированным. Спорт всегда был политикой, а сейчас в наше такое нелегкое тревожное время, особенно это все политизировано, и я надеюсь, это людей еще более сконцентрирует на победу, еще более сконцентрирует на то, чтобы проявить силу воли к победе и доказать тем недоброжелательным, которые хотят унизить нас, так сказать, наши заслуги пытаются не замечать. Я думаю, что это пойдет только на пользу. Это, как сказал наш уважаемый великий человек, он к товарищам лелел людской лаской, он к врагу вставал, железо тверже. Вот я желаю нашим ребятам такого настроения и только побед. Совсем скоро пройдут торжественные проводы олимпийцев-брещан, А 5 августа в штаб-квартире начнет работу Олимпийский пресс-центр, и все белорусы будут болеть только за наших спортсменов.